То заправдали, что Зелимхана Яндарбиева в арабские страны направил президент Чечения Аслан Масхадов. Изначально он был вообще направлен в Афганистан. И это признание тогда Афганистаном нашей независимости, это было результатом той работы, которую провел Яндарбиев тогда в Афганистане. Яндарбиев, кстати, встречался с руководителем Афганистана на тот момент. Это был Мула Амар. И после встречи Зелимхану Яндарбиеву было предоставлено в качестве посольства здание, в котором раньше располагалось посольство Советского Союза. Это тоже был такой очень важный момент. И какое-то время Зелимхан с делегацией чеченской находился в Афганистане, проводил там работу. Но России тогда удалось, учитывая негативное отношение мирового сообщества к Афганистану, России удалось дискредитировать Зелимхана Яндарбиева в глазах мирового сообщества. И тогда в ООН было принято решение. Зелимхан был признан как террорист, по-моему, попал под санкции. В общем, что-то такое произошло. И Зелимхан тогда был вынужден из Афганистана перебраться в Катар. Катар предоставил, можно сказать, убежище для Зелимхана. Зелимхану был предоставлен дом в столице Катара, Дохи. И причем этот дом находился на одной улице с посольством России. И Зелимхан жил в доме, у входа, над которым развеивался флаг независимой чечении. В общем, это все, конечно, было очень важно для нас. К сожалению, сегодня мы утеряли эти позиции. Но есть куда стремиться. Тумсотый говорит, что русские стравливают между собой народы Кавказа. Но Беслан в Осетии организовал Басаев. А участники захвата были в основном ингуши. Или Басаев действовал по углазанию русских. Значит, смотри, русские. Я никогда не говорю вот так вот, что русские стравливают. Я говорю Россия. Это очень важно выбирать выражение. Потому что русские это все-таки народ. А Россия это страна. Разные немного вещи. Поэтому я все-таки хотел бы, чтобы, когда вы цитируете или пытаетесь, какие-то мои слова привести, чтобы вы их точно приводили. Чтобы у русских людей не возникало мнения, что там за какой-то националист, который против русского народа в целом. Так, это первое. Второе. Я говорю, я утверждаю, что Россия стравливает. И это понятно как бы с точки зрения России, их политики. Будь я на месте России, я бы, наверное, тоже так действовал бы. Если бы я тоже был империалистом, который желает держать под своим игом эти территории, то для меня тоже было бы важно постоянно содержать там разные мафии, какие-то конфликтные ситуации, закладывать их, чтобы они видели во мне вот этого арбитра, чтобы одни народы Кавказа считали меня защитой, и без меня, что их там другие переедут. То есть это было бы важным. Это важно для любой империи. Они, конечно, будут так действовать. А если они так действовать не будут, они приятно понимают, что регион уйдет из-под их контроля. А что касается того, что сделал Басаев, то, что было сделано в Беслане, в Буденовске, то, что было, произошло в Самашках, произошло в Алдах, все эти акции, это ведь все является результатом вторжения, российского вторжения на территорию Чечни. Это ведь не так, что мы такие просто живем, ничего у нас не происходит, все у нас хорошо, и ни с того, ни с сего взял и Басаев там организовал Беслан. Не так же это произошло. Поэтому кто является первопричиной всех этих событий? И Беслана, и Норд-Оста, и Буденовска, и вот всех этих событий, трагичных событий. Кто является первопричиной? Первопричиной является Россия, ее оккупация в Чечне, ее экспансия вообще на Кавказ. Ведь это является первопричиной. Никаких из этих событий мы бы не увидели, не стали бы современниками этих событий, если бы не Россия на Кавказе. Вот когда мы с этим согласимся, поймем, что причиной является экспансия на Кавказ. Сам не Кавказ ведь пришел на территорию России, не мы ведь пытаемся какие-то территории, исконно там российские территории, отжать их у России или взять под контроль какую-то российскую территорию. А все это происходит наоборот. Надо вот это признать. И не надо стесняться. Россияне должны откровенно как бы признавать, вот как я говорю, если бы я был россиянином и имел бы вот эти имперские амбиции, я бы не скрывал. Я бы говорил, да, мы вас стравливаем, да, мы пытаемся держать вас под своим контролем, под своим игом. Вы наша колония, потому что мы империя и мы хотим таковой быть. То есть вот это надо, надо это признавать, не стесняться этого. Если вы эту политику ведете, политику экспансии и колонизации, то вы должны, не должны этого стесняться. Вы должны об этом говорить открыто. А не пытаться там типа как-то играть терминами, что вы там чуть не спасительными к нам приходите. Но для чего это выглядит смешно и это выкупается как бы любым среднестатистическим человеком, который имеет возможность размышлять. Это не серьезно. Тысячи ваших братьев служат Путину, зачем или нет? Наши братья не могут служить Путину. Если кто-то служит Путину, он для нас не враг. Ой, то есть ты не брат, он для нас враг. Тот, кто служит Путину, он враг, а не брат. Если бы Басая переобулся как Ахмат, ему бы дали звезду героя РФ? Почему нет? Звезду РФ дали трем братьям Ямадаевым. Дали Кадырову старшему посмертно, Кадырову младшему прижизненно. Дали Магомеду Иудову. Дали Дилимханову одному из братьев Дилимхановых. Кому там? Этому Вахиду Усмаеву дали. Это вот из тех известных, которых я знаю. Но если им дали, почему они не дали бы ее Басаеву? Они Хаттабу бы и повесили эту звезду героя, если бы он переобулся. Тумсо, если дагестанцы придут спасать чеченцев от Ига, поддержит ли это народ, как когда-то делал Басаев? Мы не знаем, что будет, говорить о будущем не будем, но вот о прошлом скажем, что когда из Дагестана пришли и пришли с этой идеей освобождения Кавказа, мы поддержали эту идею, укрепили этих наших дагестанских братьев своей силой. И потом под предводительством этого нашего дагестанского брата, имама Шамиля, мы пошли и мечом стали освобождать Кавказ от российского Ига. Поэтому мы это уже как бы проходили и сделали это однажды. Я думаю, что если будет такой случай в будущем, то иншаллах мы сделаем это еще раз. Для нас нет здесь каких-то предпочтений по национальному признаку. Если наши братья из Дагестана, из Ингушетии, из Осетии, Кабардино-Балкарии или Карачаева-Черкесии, если где-то откуда-то оттуда придут такие наши братья, то мы будем им только рады, иншаллах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok